Певица Аня Лорак в первый раз решила откровенно рассказать об отношениях со своим продюсером и бывшим гражданским мужем Юрием Фалесой, который впоследствии бросил жену и детей ради подающей большие надежды артистке. Украинский продюсер Юрий Фалеса заметил юную Каролину на одном из вокальных конкурсов, когда она заняла второе место и предложил ей контракт на 10 лет. Заниматься и так далее. Он стал проявлять внимание и заботу. Он стал завоевывать мою симпатию на человеческом уровне. То есть он захотел стать другом, который принес мешок картошки. Не знаю, холодно, он тут же снял свой пиджак, типа, ой, тебе холодно, раз. А я никогда в жизни не получала такие знаки внимания. Я вообще не знала, что обо мне кто-то вот так вот, как бы, ну, со стороны, ну, родные, понятно, но вот просто, что кто-то, какой-то посторонний человек может заботиться и может проявлять. И, конечно, мне это очень нравилось. И я получила от него предложение на 10 лет работы. Контракты были подписаны моей мамой. Мне было тогда еще 15 лет. Я проходил по залу, посмотрел, слушаю, какая-то песня знакомая тогда. И звучит песня в исполнении маленькой девчонки и таким взрослым голосом. Популярная песня, украиночка. И думаю, оба, слушаю вторую песню, вторая песня в исполнении этой же девочки со всем другим голосом. И поет уже другую песню другого исполнителя. Потому что что-то не такое есть. Потом подхожу поближе, зрение плохое, что надо же разглядеть. Подхожу близ мне, боже, чудо такое, такая классная девчонка. По воспоминаниям Ани Лорак, она даже не раздумывала над предложением и сразу согласилась. Уже на следующий год ей присудили первое место, за которое начинающей звезде полагался набор мягкой мебели. Лорак с гордостью приняла дорогой подарок. Я была тогда готова подписывать любые контракты, потому что мне особо не было что терять. То есть у меня был с одной стороны интернат и безысходность, с другой стороны бедность и мое огромное желание. И я увидела в лице Юрия Фалесы того человека, который просто протянул мне руку, восхищался бесконечно моими талантами. А кто ж от этого откажется? Юрий, как, скажем, как далеко смотрящий человек, поставил пункт, что я не могу выходить замуж до 20, получается, 5 лет. И также, поскольку карьера, ну типа, ну а мне-то что, чтобы я там именно замуж стремилась? Да у меня таких даже и целей не было. Что, говорит, я была ребенком, который просто бредит сценой, музыкой, и другого у меня и не могло быть. Поэтому он этим, может быть, как-то и воспользовался, и у меня это нашло отклик, потому что я понимала, что вот у меня надежный друг, который хочет того же, верит в меня, поддерживает. Вскоре с легкой руки Фалесы, Ани Лорак превратилась из застенчивой девушки в большую звезду. И отношения певицы и продюсера, который был старше ее на 18 лет, вышли за рамки рабочих и продолжались в течение 10 лет, однако так и не стали официальными. В начале это было чувство дружбы, благодарности. Наверное, это больше со словом спасибо связано, да, за то, за то все, что он для меня делал и как в меня верил, как меня поддерживал. То есть любовь, благодарность, я бы так назвала. И мы стали сначала друзьями, потом близкими друзьями, а потом стали уже теми людьми, которые общались уже просто на всех языках и имеется в виду вот каким-то одним целым, да, потому что человек заполнил все какие-то щелочки моей души. На тот момент для меня он стал настоящим мужчиной. Конечно, это сближение произошло уже, когда ты переезжаешь в другой город и оказываешь человеком, понимаете, вы живете в одной квартире. Ну, то есть, потому что денег нет снимать, и вот ты живешь человеком, взрослым мужчиной. И тут надо было уже понимать, что как бы в его голове это все было уже, как бы он это все продумал, я так думаю. То есть к этому уже все шло. Мне очень было интересно с ним, потому что я человек начитанный, человек старше меня, опытней. И для меня он был какая-то книга, которую я читала, узнавала что-то новое. То есть у меня появился такой друг, который просто заполнил вот мое мировоззрение, да, и формировал его. Также Аня Лорак подчеркнула, что не разбивала семью Юрия, который на время знакомства с ней был женат и воспитывал детей. Ну, фактически, как бы так, он уже как бы, ну, как бы там не было семьи еще до, да, какого-то моего появления. Уже там было что-то нарушено, и поэтому появилась я. То есть человек, то есть он бросил все свои силы вот в этого ребенка, которым я являлась. Ответственность была на нем, потому что я абсолютно была, ну, как бы, ребенок несовершеннолетний, да, не знающий жизни. И здесь, ну, он поступил, как поступил, и в данном случае я знаю, что, ну, честно об этом сказал, что я там понимала, ну, как бы, да, вот, вот, грубо говоря, в 16 лет какие у тебя мозги? То есть какие? Ты ребенок еще, по сути. Как отметила Аня Лорак, брак они не регистрировали, поскольку продюсеру было важно, чтобы артистка оставалась холостой и не теряла интерес поклонников. Поначалу Аня была слепо влюблена в Юрия, однако, к своему большому сожалению, не стала счастливой рядом с ним, ведь продюсер видел в певице лишь средства для заработка. Вот были в этот период, как вы сейчас думаете, ну, так по-женски счастливы? Мне казалось, что да, потому что мне не было с чем сравнивать. Но в то же время, когда Юрий вот так у меня, как бы, окучивал, вот так вот оберегал, в то же время он меня и оберегал от моих друзей, от моих сверстников. Ну, понятно, потому что он боялся потерять, но в то же время это было, ну, то есть свободы как бы как таковой у меня не было, потому что, то есть у меня была работа, и у меня был он, он хотел, чтобы я работала, достигала высот. Я помню такой период был, когда я заболела даже, и я вот этот, пожалуй, один из эпизодов, который меня отдалил от него, потому что я заболела, у меня была фуникулярная ангина, у меня пухло горло, и температура жуткая, но из-за того, что нам платили большой гонорар, он говорит, ты пойдешь выступать. Я говорю, я не пойду, я плохо себя чувствую, давай отдадим деньги. Я просто, потому что у меня нет сил, я, у меня 38,5 температура, я чувствую усталость, пялость, мне тяжело. Соберись ты, артистка, давай. И я подумала в тот момент, кого он любил, артистку, либо меня как человека. Относился как к объекту зарабатывания денег, и что вот карьера, вот как-то вот так вот. Потому что, если ты любишь человека, вот, да, я понимаю, что такое любовь. Ты никогда не позволишь, чтобы ему было больно, и ты это будешь закрывать на это глаза. Да ты сам скажешь, стоп, ты остановишь всю музыку, ты, ты становишь, я не знаю, там, поезд, остановишь, да, чтобы не дать человеку, чтобы было больно, чтобы не дать ему чувствовать эту боль дальше. В 2005 году пути продюсера и исполнительницы разошлись, но это не помешало Лорак успешно продолжать карьеру в шоу-бизнесе. А 4 года спустя Ани Лорак обрела долгожданное личное счастье, выйдя замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчиджиоглу, которому родила дочь Софию. В 2018 супруги со скандалом расстались из-за измен Мурата. Однако недавно стало известно, что Ани Лорак и Мурат Налчиджиоглу снова вместе. Певица простила и вернулась к бывшему мужу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова